Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале, а мне нравится кушать так. Так, у меня сегодня половина курицы. Я ее порезала вот на такие вот кусочки. Теперь отставим эту кастрюлю, и я вам покажу. Вот здесь у меня свиные ребрышки. Значит, разрезаем, и добавлю, буду добавлять туда же курицы. Вот я вам сейчас покажу. Вот ребрышки должны быть разрезаны вот на такие маленькие кусочки порублены. Я мясника попросила, и он, видимо, забыл. Он положил мне эти маленькие, и вот эти вот остались большими. Ну, что не поделаешь, придется делать такими большими. Но в этом рецепте лучше, чтобы они были вот такими небольшими кусочками. Складываем все куда-то в емкость хорошую, и будем резать лук. К рецепту нужен лук-шалот. Должно быть 6 луковиц. Но у меня только одна. Я возьму еще белый лук. К рецепту нужен лук. Так, лук порезали вот такими кольцами. Не очень тонкий и не очень большой. Теперь посолить. Тут у меня розовая соль, поэтому не обращайте внимания. Соль может быть любая. Теперь вот у меня есть такой соль сицилийская называется. Тут уже всякие тоже приправы есть в ней. Но я предпочитаю вот здесь вот шалфей. У меня несколько листьев. И розмарин. Прям вот так вот туда. Розмарин, листья шалфея. Посолим тут тоже немножко. Теперь беру сверху на мясо. Лук. Чёрный свежемолотый перчик. Обязательно. Это очень вкусно. Берем пиво. И заливаем всё это пивом. Вот так. У меня здесь пол-литра. И оставляем на пару часов. Прошло 4 часа. Сейчас я поставила уже сковородки две разогреваться. Потому что нужно всё мясо закупорить как следует. То есть мы будем обжаривать с одной стороны и с другой стороны мясо. Таким образом, если мы его подержим там 40 секунд на одной стороне, 40 секунд на другой, оно останется мягким, когда мы его будем тушить. Сейчас я буду брать куски мяса. Буду их промокать бумажными полотенцами. Потому что, если они с водой попадут на раскалённую сковородку, начнут лететь брызги влево и вправо только. Всё начнёт гореть. С брызгами. А я вот так вот их... Там, где есть травки, розмарины и всё такое прочее, убираю к луку. А мясо складываем отдельно. Я протёрла бумажными полотенцами. Положила отдельно свинину и отдельно курицу. И вот здесь вот у меня остался лук в пиве. Это нас подождёт. А сейчас мы начнём с мяса. С кусков. Я вам и сказала, вот у меня уже разогреваются сильно две сковородки. Теперь начну с курицы. Складываю куски курицы на сухую сковородку. Складываю полностью, поэтому две сковородки, чтобы не было одной на второй, должно каждый кусок мяса касаться именно дна. Сейчас это у нас минуту на одной стороне и минуту на другой. А я в это время начну класть свинину. То же самое, на сухой сковородке. Очень горячий, но сухой пока. Без масла. Так, смотрим, когда курица у нас вот такая хорошая корочка поджаристая, тогда мы её переворачиваем. Перевернули. Видите, какая поджаристая? Великолепно. Сейчас точно ещё одну минуту с другой стороны и будем продолжать. То же самое делаем со свининой. С ребрышками. Переворачиваем. Даже вот я уже чуть-чуть потеряла время. Сливкам не надо, чтобы они были чёрные. Потому что, если будут чёрные, появится горечь. Поэтому не допускайте то, что я сейчас допустила. Лучше не. Добавим немножко оливкового масла. Любого масла без запаха. В одну сковородку. И в другую. Всё. Сейчас подождём пару минут. И просидём. И будем делать немного этого пива, которое стояло с мясом, в одну и в другую. в сковородке. И дадим где-то несколько минут потушиться. Итак, я сливаю пиво, то, которое с луком. И сверху на лук, ой, сверху на мясо, кладу лук. Здесь то же самое. Сейчас мясо завалилось. Берём, значит, лук. Пять минут здесь протушилось. Чуть-чуть капли пива. И кладём лук, который у нас был замаринован. Весь лук выкладываем в кастрюлю. Сейчас я их всё соединю. Я буду делать скороварки. Но, если у вас нет скороварок, значит, вы переваливаете всё в одну посудину, заливаете это пивом. И где-то час, пока всё вытушится, останется только мясо в соусе. Так, теперь, после ещё прошло 5 минут, чуть-чуть затушился наш лук. Не надо, чтобы он горел, не надо, чтобы он был совсем чёрным. Надо, чтобы он был просто тушёным. Это у меня здесь ещё чуть-чуть вообще белый. Очень хорошо. Сейчас мы всё складываем в одну посуду. Большую. И в этой посуде оно будет тушиться. Сейчас я добавлю немного пива, немного сахара. И всё. У кого есть 7-Up или Sprite, не кладите сахар, налейте полстаканчика 7-Up или Sprite. Значит, в этот момент я добавлю чуть-чуть сахара. У меня тростниковый сахар совсем тёмный, биологический, воды. И очень хорошо. Кладу это. После чего я беру то пиво, которое у меня осталось ещё до того, как мы 4 часа назад заправили мясо. И его-то я сюда и выливаю. Пару половничков. Теперь закроем всё это крышечкой. И подождём минут 15-20. Вы, после этого я переложу в кастрюлю, в скороварку, и буду тушить где-то 40 минут в этой скороварке. Вы же, вот если это у вас самая большая, вы в ней так и оставляйте, только иногда будете подливать пиво, когда видите, что почти исчезает жидкость, добавляйте немного пива. Так, прогрела кастрюлю. И сейчас перекладываю всё моё мято сюда. Те, кто будут делать в большой сковороде, значит, остаётся. Только не оставляйте без жидкости. Если останется без жидкости, горит. Обязательно добавляйте. Вот так. Всё. Я моё переложила мясо. Теперь я добавлю чуть-чуть холодного пива. Сейчас можно, потому что там всё горячее, оно будет такое среднее. Всё, достаточно у меня жидкости. Я закрываю крышкой. И вот это я оставляю на 40 минут. Через полчаса, если есть сомнения, можно открыть и посмотреть, если есть жидкость. Вы же в ваших больших сковородках добавляйте всё время чуть-чуть жидкости. То есть не жидкости, а чуть-чуть пивка. Чуть-чуть. Здесь я уже ничего не могу добавить. Всё закрыто. Вот то, что есть. И всё протушится 40 минут. Вот открыла. Смотрите. Сколько много у меня жидкости. И я хочу, чтобы эта жидкость немного выкипела. Значит, ещё у меня до конца осталось 15 минут. Что я сейчас сделаю? Я добавлю сюда всякие свежие травы, которые вы хотите. Например, ещё немного розмарина, чёрного перца, лавровый лист. И оставлю вот таким образом чуть-чуть на маленьком огоньке. И я хочу, чтобы за эти 15 минут вот так вот оно будет кипеть. И вся вот эта вот жирность, вся водичка у меня чуть-чуть выкипит. Прям хорошо-хорошо-хорошо поперчим. Лавровый листик чуть-чуть вот так вот помнём и бросим его. 15 минут осталось до конца. Теперь вот у меня вот такие вот сливы. Они очень мягкие, без косточек, вкусные. 6 слив отправляем туда. Очень вкусно получается. С этим мясом есть потом эти сливы. Посмотрите, какая прелесть. Курица уже вообще просто, очень готова. Свинина, я хочу, чтобы она прям вот разваливалась от мягкости. Поэтому, конечно, кастрюля, вот которая под давлением, самая лучшая. Но если нет, у вас кастрюли всё равно получится классно. Вы не волнуйтесь. Добавлю ещё чуть-чуть соли. Она у меня с розмарином. И я хочу добавить немножко чеснока. Даже если тут есть лук, чеснок здесь не помешает. Ох, какая вкусняра, ага. Друзья мои, просто вкусня. Необыкновенная. Всё. И теперь вот оставлю вот так вот чуть-чуть на маленьком огонёчке ещё на 15 минут. Теперь посмотрите. Я взяла вот такие вот помидоры, сливки. Порезала их пополам. Сейчас я их поставлю в духовку. С чесночком, с солью, с чёрным перчиком, с базиликом. И так, сейчас чуть-чуть посолить. Посолить. После чего? Сухой чеснок. Сухой чесночок, ореган. Так, дождь, как снег. Очень вкусно. Ореган, с помидорами, это всё. И чёрный перец. Кто любит острое, может и острый перец. Тоже вкусно. Немножко базилик. Но базилик я вам предлагаю лучше положить почти в самом конце. Сейчас я его так оставлю. В самом конце мы положим. Он сохранит свою свежесть и свой вкус. Теперь польём чуть-чуть, чтобы у меня сорвалось. Чуть-чуть оливкового масла. Вот так вот. Или любым маслом другим, которым пользуетесь вы. И сейчас я отправляю в духовку. 190-200 градусов. Увижу, когда они будут начнут запекаться. Даже не знаю, на сколько минут. Минут на 30, наверное. Так. Курицу я выложила вот с одной стороны. И сейчас начинаю уже выкладывать ребрышки. Конечно, хорошо, если они будут у вас порезаны все одинаково. Одинакового размера. У меня так не получилось. Но всё равно. Прожарились они, протушились все очень хорошо. Поэтому это я не волнуюсь. Сливки, черносливы. Очень вкусно. Вы не представляете, как вкусно получаются черносливы с луком, с перцем, с чесноком, с этим вот соусом. Как говорю, у меня слюнки текут. Вот так. И здесь у меня остался... Видите, вот эта жижа. Это вот лук. Он превратился в такой вот практически... Такую вот жижу этот лук превратился. Сейчас я его ложечкой сверху немного положу. Единственное, что я вам советую, я слила очень много, 3-4 половника жира. Поэтому жир нам не нравится, я его слила. А вот это вот можно сверху чуть-чуть полить. Вот посмотрите, вот это вот прям вот лук. Я его вот так вот сверху... Стараюсь жир... Вот специально взяла ложку с дырочками, чтобы жир слился весь. Я перед этим уже слила много жира. Можно, конечно, когда вы начинаете вот закупоривать мясо в самом начале, там много жира. Можно его вообще сразу в тот момент уже слить. Но с другой стороны он дает мягкость потом мясу. А вот сейчас его можно просто практически убрать. Вот так. Вот такое блюдо. Ну, кто откажется от такого? От такого блюда. Думаю, никто. Помидорки тоже у меня готовы. Поставила их на 230. И они где-то за 25 минут были готовы. Ну, вот и все. Наше шикарное блюдо готово. Украсим немножко свежим базиликом. Базиликом. Уже не знаешь, как ударение делать здесь. Базилик. Базилик. Ну, базилик у нас. Помидоры, базилик. И наше блюдо готово. Друзья, если вам понравился мой рецепт, ставьте, пожалуйста, лайк. Поддержите мой канал. А я на этом с вами прощаюсь. И говорю вам, до свидания. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok